Всем привет! Сегодня у меня для вас видео с распаковкой косметических посылок. На самом деле их у меня очень-очень много. Я не стала выкладывать сюда целую гору того, что у меня накопилось. Положила только часть и некоторые посылки я уже вскрыла, посмотрела, что находится внутри. Перед тем, как начать, сразу хочется сказать, что ссылочки на все свои товары я оставлю в описании под видео. Поэтому, если что-то понравится, то проходите, смотрите более подробно. Первая посылочка, с которой мне хочется начать, она вот такая желтенькая. Я ее еще не вскрывала. Давайте сделаем это вместе с вами. Я так понимаю, здесь должен быть один косметический продукт, судя по размерам. Внутри моей посылочки находилась вот такая коробочка. Написано, что отбеливающий крем объемчиком 20 грамм. Я потеряла свое лезвие, поэтому сегодня буду открывать все коробочки при помощи пинцета. Коробочка пришла запакованная в слюду. Все было хорошенечко запечатано. Как вы видели, я ее вскрыла. Так, срок годности здесь у нас нигде. А вот срок годности 3 года. И внутри находилась вот такая вот баночка. Очень интересная. Я не помню, чтобы такую я еще получала. Вроде как не было. И вот такой носик имеется на самой баночке. Внутри крем белого цвета. Здесь у нас ничего не написано. Сам крем средней плотности, но хорошо распределяется. В принципе, довольно-таки быстро впитывается. По аромату очень приятный. Не ярко выраженный. И я думаю, не должен от себя этот аромат оттолкнуть. И аромат не сладкий, как обычно бывает у кремиков. А такой немножко кисловатый. Обязательно проверю, протестирую. Посмотрю то, как он работает. Если у вас возникнут вопросы, то задавайте. Я вам расскажу о нем более подробно. Для чего же предназначен данный кремик? Он должен вообще отбеливать тон кожи. Также делать менее заметными пигментные пятна и веснушки. Выравнивать тон кожи. Также делать менее заметными круги под глазами, так как он осветляющий. Но, конечно же, я сейчас это не смогу проверить. Не смогу узнать. Для того, чтобы понять, работает он или нет, нужно пользоваться довольно-таки продолжительное время. Поэтому, если вам интересно, то задавайте вопросики и я скажу, как он работает, отбеливает, не отбеливает. Но, как правило, заказываю не первый раз такие кремики. И они все работают, все отбеливают. Даже если он не отбеливает, в принципе, он довольно-таки неплохо увлажняет, неплохо впитывается. И вот он сейчас впитался. Матового эффекта после него, конечно, нет, но и жирного блеска тоже. А аромат на коже остался пока что. Перейдем дальше. Следующая посылочка у меня белая. В ней у меня находятся накладные ногти. Вот такие вот. Я уже подумываю, чтобы свои спилить и приклеить что-то подобное. Потому что что-то надоело мне их делать. Пока только приобретаю что-то подобное. И если вижу то, что мне нравится, то беру себе в коллекцию. У меня уже набралось довольно-таки неплохое количество. И если вам интересно, то дайте мне об этом знать. Хотите ли вы увидеть вообще коллекцию моей косметики, коллекцию моих ногтей или чего-то подобное. Обязательно пишите мне об этом в комментариях. И я тогда на свой бьюти-канал отсниму подробное видео с каждыми элементами по отдельности. Как бы в одном покажу всю свою коллекцию накладных ногтей, в другую коллекцию косметики. Там, допустим, кремиков для лица и тому подобное. Но если желающих не будет, то пока я повременю с этим. Вот такие вот у меня ноготочки. Здесь у нас 8 штук на стенде, как бы представлено. И еще большое количество накидано здесь. Также имеется в комплекте клей. Очень удобный набор. Не нужно ничего докупать. И также на обратной стороне коробки имеется инструкция по применению. Не проверила, насколько эти ногти хорошие по качеству. Давайте откроем. Потому что бывает, закажешь, некоторые ногти очень хорошие, плотные. А некоторые тоненькие. И невозможно ими пользоваться. Поэтому давайте посмотрим, насколько эти по плотности. Ну, нормальные, нормальные. Они не тонкие, но и не сильно плотные. Такие средние. Не скажу, что плохие. Вроде ничего. Потому что бывает такое. Один раз заказала, и они прям вообще такие. Их чуть берешь, и они тут же гнутся. Как бы даже усилий не надо какие-либо делать. А эти плотные, хорошие, должны нормально держаться. Следующая посылочка у меня желтенькая. Я ее тоже еще не вскрывала. Вот внутри посылки у меня находилось два косметических продукта. Серум для лица, эссенция для волос, масло. Давайте начнем, наверное, с маслица. Обе коробочки запечатаны в слюду. Если коробочки будут запечатаны в слюду, я буду открывать их за кадром, чтобы не тратить ваше время. Давайте начнем с серума. Фирма Ланбена. Объемчик 15 мл. Данный серум должен сужать поры. Как бы тут так написано. Серум сужающий поры. И вот такой вот. На первый взгляд, довольно-таки жидкий, я бы сказала. Потому что есть с чем сравнивать. И даже тот серум, которым я пользуюсь на данный момент, он намного гуще. Но не всегда густота. Это означает, что он не работает. Одно от другое бывает не зависит. Да, он на самом деле довольно-таки жидкий, но все равно склизкий, хотя не сильно. Аромат у серума приятный, не ярко выраженный. Очень похож на все те серумы, которыми я пользовалась до этого. На самом деле очень прикольный. Я буду проверять, насколько он хорошо сужает поры. Вообще делает ли он. Но распределился хорошо, впитался тоже очень быстро. И пока мне все нравится. После впитывания не оставил после себя липкого слоя. Бывает такое, что серум настолько густой, что он, во-первых, долго впитывается. А после впитывания прямо трогаешь, как будто кожа такая вот приклеивается, слепается. Здесь такого нет. Впитался и впитался. Но имейте в виду, если вы пользуетесь серумами, сыворотками или чем-то подобным, то обязательно нужно их запечатывать кремиком. Для того, чтобы питание, которое они дают, не улетучивалось, а впитывалось, основалось на коже. Чтобы вот эти продукты работали намного лучше. Если просто нанести серум, то он не дает настолько сильного увлажнения. И да, если у вас возникнут вопросы, то задавайте. Я, конечно же, в комментариях отвечу более подробно. Сегодня мне не хочется долго останавливаться на каждом продукте, потому что у меня очень много посылок. И мне хочется как можно больше показать вам. И второе, что у меня здесь находится, это эссенция масла для волос. Вот в таком виде. Объемчик 20 мл. Как я вижу по консистенции, это, скорее всего, больше эссенция, чем маслица. Можно будет наносить на корни. Потому что, если это масло, то на корни, как правило, я его не наношу. Наношу только на кончики для увлажнения. Если нанести масло на корни, то оно очень сильно жирнит волосы. И никакого объема будет ощущение, как будто волосы грязные. А вот эссенции такие жиденькие я наношу на корни волос, на всю длину. И они отлично питают, ускоряют рост. Поэтому люблю что-то подобное. У меня как раз заканчивается тот продукт, которым я пользуюсь. Мне очень нужна замена. Я регулярно пользуюсь подобными средствами. После каждого мытья волос, голову я бою. Через день бывает, каждый день. И после каждого мытья я пользуюсь подобными штуками. Поэтому они у меня быстро тратятся. Как мы видим, внутри это все выглядит вот таким образом. Спылитель довольно-таки неплохой. Эссенция в виде водички. Она очень жидкая. Не такая густая, как эта. Это прям такая, как будто водичку просто нанесли. Аромат очень приятный. Блин, обалденный аромат. Очень вкусно пахнет. Ни в какой не сравнить со всеми косметическими продуктами, которые я показывала. Сладенький. Пахнет шампунькой какой-то мыльной. Такой классненькой. И да, вот на самом деле данный продукт имеет ощущение липкости. Если здесь липкости не было, то здесь есть ощущение липкости. И да, что хочется уточнить по поводу эссенции для волос вот таких вот. Их не нужно также наносить слишком много на корни волос, потому что тоже могут жирнить. Могут сделать волосы как сосульки, которые будут торчать в разные стороны. Но если наносить в разумных количествах, как положено, то очень хорошо работает. Я обычно выдавлю пару помпочек на руки. Вот так вот распределяю. И уже влажными руками наношу на волосы, на корни волос. Стираю это в кожу, не брызгаю именно из помпы на голову, потому что, как вы видели, капает он каплей. Да, есть продукты, которые распыляют, но в данном случае лучше наносить при помощи рук. Вот такая вот эссенция. Сразу хочется отметить, что все посылки, которые я вам сегодня покажу, они приехали примерно за 2 недели. И трек номер отслеживался. Просто у меня так много их скопилось, что я уже даже не помню, за какой промежуток времени приехал. Некоторые приехали за неделю, некоторые приехали за 2, но больше 2 недель ни одна посылочка не ехала. Поэтому не буду на этом останавливаться. Просто буду показывать, что да как. По поводу эссенции. На самом деле, если регулярно пользоваться подобными продуктами, то волосы становятся лучше, менее ломкими, быстрее растут. И в общем целом эффект после использования мне очень нравится. Конечно же, я также пью витаминки для волос, пользуюсь другими ухаживающими средствами. И результат меня радует. Поэтому заказывала, заказываю и буду заказывать. Я не знаю, то ли возникла реакция между двумя продуктами, которые я наносила, между кремом для лица и вот этой сывороткой. Но у меня сейчас такое ощущение, что немножечко припекает руку после вот этой эссенции. Возможно, она немного согревает голову, вернее, создает такой тепловой эффект. За счет этого волосы растут быстрее. У меня есть маска для волос с перцем. Та очень сначала у меня жгла, потом уже у меня голова привыкла и только немножечко сейчас пригревает. И вот когда происходит эффект согревания, вот это вот, немножечко пощипывание кожи головы, волосы растут быстрее. Как бы раздражает корни волос и заставляет их расти. Поэтому, возможно, это тоже согревающее, потому что у меня немножко рука такая вот тепленькая. Чувствую я согревающий эффект на своей руке. Но буду проверять, тестировать. И если что-то негативное возникнет на момент монтажа, то обязательно расскажу вам об этом. Следующая посылочка, которую мне хочется вам показать, она беленькая. Я ее тоже еще не вскрывала. Давайте сделаем это также вместе. Не скрывала те посылки, в которых знала, что находится косметический продукт. Решила это сделать вместе с вами. Я открывала только те, которые меня либо очень интересовали, либо я не знала, что находится внутри. Так, внутри данной посылки находилось два косметических продукта. Первое, что я вижу, это у нас eyeliner pen. Это значит подводка для глаз. А вторая у нас идет, это корректор. И да, кстати, очень вовремя ко мне приехала подводка для глаз, потому что у меня только что закончилась именно от O2O подводка. Я ей пользовалась довольно-таки продолжительное время. Мне нужна была на замену ту я уже отправила в пустые баночки. И вот такая вот у нас штучка внутри. Двойная подводка, штампик. С одной стороны вот такой вот штампик в виде стрелочки. И вот в данном случае стрелочка не косится ни вверх, ни вниз. Она универсальна, как и для левого, для правого глаза, потому что я до этого заказывала. Стрелка была немножечко задрана вверх. И для каждого глаза нужно было открывать новый фломастер и наносить по-разному. А в данном варианте даже удобнее. Все в одном фломастере. А с другой стороны вот такой вот фетровый наконечник. И давайте посмотрим. Ой, как хорошо рисует. Я даже не нажимаю. Очень классно. Мне нравится. Обязательно покажу, как это смотрится в деле. Как это выглядит. Не знаю, буду ли я пользоваться штампиком. Потому что сейчас мне легче нарисовать стрелку самой. А раньше я, когда училась только рисовать стрелки, я тогда, да, часто пользовалась именно штампом. Ставила штамп и дальше уже от него плясала в разные стороны, скажем так. Сейчас мне просто легче нарисовать самой и не мучиться штампиком, чтобы не гадать. Нарисую я его ровно, не поставлю ли криво. Но все равно заказала такой вариант, потому что иногда хочется чего-то подобного, а у меня на данный момент такой и нет. Как бы она закончилась. И второй продукт у меня цвет 01. Корректор, консилер, как я и сказала. Вернее, даже хайлайтер. С одной стороны это выглядит вот так. Оно выкручивается. Насколько он длинный. Здесь довольно-таки много продукта. Моя камера не хочет вам показывать, фокусироваться на чем-то другом. И нанесу. Надеюсь, я не прогадала. Немножко рыжит, но камера искажает. Цвет, скажем так, темнее, чем показывает камера. Надеюсь, когда буду делать монтаж, то при цветокоррекции поставлю все как нужно. И с другой стороны у нас хайлайтер. Он вот такой вот. Но тут можно по-разному смотреть. Я бы назвала это больше как консилер под глаза высветляющий. Потому что от хайлайтера тут мало что есть. Нет никаких блесток, шиммера, светлый цвет и все. Скорее всего, возможно, буду использовать как консилер под глаза или на веки. Очень прикольно в виде стика. И если распределить, в принципе, тушуется довольно-таки неплохо. Посмотрите, можно растушевать вообще в ноль. Я разными пальчиками, если что, тушую. Не перемешиваю цвета. Так вот все это выглядит в растушенном виде. Пока я наносила эти продукты, моя подводка высохла. И посмотрите, ничего с ней никуда не происходит. Классные штуки. Буду пользоваться с удовольствием. Далее, следующая посылочка у меня желтенькая. Тоже закрытая. Тоже понятия не имею, что находится внутри. А внутри у меня находился крем против акне. Объемчиком 15 грамм. Фирма Мабре. Тоже все запечатано в слюду. Люблю подобные кремики. Заказываю не в первый раз, потому что они на самом деле работают. Данный крем нужно наносить точечно на проблемные участки, на прыщики. Так вот выглядит баночка внутри. У данного крема очень удобный носик. И можно прям выдавить вот точечно. Просто поставить точечку, а можно нанести побольше и распределить. Я делаю когда-как. Зависит от проблемы, которую мне нужно решить. Как бы один прыщик или несколько. Так и делаю. Сразу могу сказать эффект после использования. Потому что подобный крем я уже заказывала. И знаю, как он работает. Данный крем довольно-таки неплохо убирает прыщики. Если они появились, вернее, ускоряет процесс. И они уходят быстрее. Но если прыщик только наклевывается и нанести данный кремик, то он может даже его предотвратить появление. Если прыщик вырос и очень такой активный, он быстрее заживляет, нейтрализует и предотвращает последующее появление других прыщей рядышком. Ну, нравится мне, как работает данный кремик. Он довольно-таки неплохой. Данного объема хватает надолго. Аромат у крема приятный, сладковатый, не ярко выраженный. Можно сказать, его практически нет. И предыдущий кремик у меня не вызвал аллергии, раздражения. В принципе, ничего плохого для себя не заметила. Мне нравится, как он работает. Собственно, поэтому и заказала. Следующая посылка у меня беленькая. Тоже запечатанная. Тоже понятия не имею, что же здесь. Все, примерно понятно. Здесь у меня для бровей что-то пришло. И, видимо, для лица. С чего бы начать? Давайте начнем с бровей. Eyebrow Models. Моделирование бровей. Здесь у нас две щеточки, какие-то стики. И я, по-моему, открыла не там, где нужно. Да, я порвала сбоку. Ладно. В комплект данного набора входят две вот таких щеточки. И они довольно-таки мягкие. Бывают плотные, а эти прям приятные. Это не силикон, а обычная щетина. Также трафареты для создания бровей в разных размерах. Не разных размеров, а разной формы. Размеров, говорю. Так, тут у нас написано Eyebrow Tail. Броу просто. Что тут? Они все по-разному сделаны. Как-то перекошены туда-сюда. Вот, видите, у них у всех форма разная. Нужно смотреть, что куда. И выбирать то, что нужно. Ну, как бы при помощи данного набора можно создать себе брови. Можно сказать, не изморачиваясь. Процесс должен проходить намного лучше. Просто вытаскиваем внутреннюю часть. Приклеиваем это. Или прикладываем к бровям. И просто обводим стиком, я так понимаю. А потом расчесываем щеточкой. На камеру я показывать этого не буду. Потому что я боюсь больше замучаюсь, чем у меня что-либо получится. Но на пробу для интереса взяла. Для себя я это буду делать за кадром где-то. И смотреть, как это работает. И вот такой вот стик входит в комплект. Что-то он очень такой большой, прям пугающий. Объемный. Я уже представляю, там огромный карандаш. Толстый. Который просто на пол лица. Так, что тут у нас? А, у нас здесь откручивается. А я пытаюсь вытащить. Ага. Вот как все это выглядит. Посмотрите. Внутри продукт находится здесь. А здесь у нас обычная губка. То есть, как бы туда закручиваем, макаем. И потом вот такими действиями, я так понимаю, наносим. Но это не очень удобно. В таком плане, что нельзя просто туда-сюда жмякнуть. Надо закручивать, а потом опять раскручивать. Как бы вот такими движениями пользоваться. Раз, раз, раз. Опять закрутили. Как-то даже не поддергаешь. Опять раскрутили. Опять раз, раз, раз. Но в принципе, с цветом я угадала. Цвет мне нравится. Он мне точно подойдет. Потому что он такой не рыжит, а больше уходит в горячневато-серый. Цвет мне нравится. Мне не нравится качество исполнения. Скорее всего, я буду пользоваться это при помощи обычной кисточки. Буду просто туда макать. Сам продукт хороший, не блестящий, матовый. Это в виде пудры. Ногтями я, конечно, туда залазить не буду. Иначе все попорчу. Стука мне нравится по цвету, по консистенции, так скажем. Ну, по своим свойствам. Мне не нравится по исполнению. Не знаю, насколько это будет удобно. Но попробую, протестирую. Надеюсь, мне понравится. И я не пожалею о своем приобретении. И второй продукт у меня здесь. Так, что-то для лица. Инструкция по применению. То, как нужно пользоваться. Надо вставить сюда батарейку. Не помню, честно, уже даже не помню. Нужно смотреть, что у нас здесь такое. Может быть, это даже массажер. Потому что я что-то подобное заказывала. Как бы это открыть? Да. Это не массажер. Все, вспомнила, что это такое. Это мини-бритва для лица. Убирать на лице ненужные волоски. Пушок, допустим, усики, если у вас есть. На подбородке, если волосики растут. Ну, и что-то такое подобное. Как бы у кого какие проблемные участки есть. Для того, чтобы можно было ликвидировать там небольшое количество волос. Ну, такая мини-бритва, скажем так. Внутри должны быть батареечки. Но я не могу на них добраться. И, да, тут также насадка снимается. И, я так понимаю, она еще и сменная, если все это выдавить. То, что снимается, это хорошо. Так как можно будет все это вытащить, помыть, просушить и обратно собрать. То, что я не могу добраться до батареек, это, конечно, непонятно. Возможно, я что-то делаю не так. Но мне кажется, тут просто надо потянуть и вытащить. Как бы батареечки должны быть снизу, судя по картинке. Очень туго закрывается. Еле открыла. На самом деле, внутри нужно ставить одну пальчиковую батарейку. Сейчас я ее принесу. Перерыла полдома, не нашла ни одной батарейки. Поэтому показать вам не смогу, как работает. Но надеюсь, что все будет работать. Когда куплю батареечки, обязательно это проверю. Если выяснится, что не работает данный триммер, скажем так, то я обязательно вам здесь напишу. Еще в комплект к данному триммеру идет вот такая щеточка. При помощи нее можно легко и просто все почистить. Неплохой аппарат. Не буду сильно его защелкивать, потому что мне нужно будет сюда батареечки вставить. А вот верхнюю часть надо как-то закрыть. Вот, все, верхнюю часть закрыла. Нижнюю часть закрывать не буду до конца. Оставлю все это так. Ну, пока мне, в принципе, нравится. Я не скажу, что я вот этим набором недовольна. В принципе, неплохой. Я знала, что я покупаю, но просто не знаю, насколько удобно будет этим пользоваться. Надеюсь, мне понравится. И да, что самое интересное, почему я выбрала этот триммер. На него была такая смешная цена какая-то, нереальная. Но на самом деле был дешевый аппаратец, поэтому я его взяла. Надеюсь, он не был дешевым, потому что сломанный. Но обычно все, что приезжало с Алиэкспресс, когда не приезжал сломанным, всегда все было целое и работало. Поэтому не думаю, что этот аппарат будет сломан. Следующая посылочка у меня черная. Я уже потрогала и примерно знаю, что находится внутри. Давайте вам покажу. Здесь у меня приехало три бьюти-блендера, скажем так. Три спонжи для макияжа. Все они разной формы, разного цвета. У продавца было три разных варианта. Как бы по формам я решила все три заказать. И различить сто было огромное количество. Я выбрала те, которые мне больше всего понравились. Интересно, так. Один спонж запакован вот в такой пакет, а другие два. Какие-то хрустящие пакетики. Так, вот такой вот спонжик. Довольно-таки плотный. Сейчас я еще их пойду намочу и проверю, насколько сильно они увеличатся в объеме. Потому что, как правило, после намокания они должны увеличиться довольно-таки хорошо. И стать намного мягче, чем были до этого. И последний спонжик такой. Как мне кажется, желтенький из всех. Самый мягкий. Потом идет голубенький. А этот самый плотный. Я, наверное, сейчас намочу какой-то один. Давайте намочим фиолетовый, самый плотный. И посмотрим по размеру, насколько сильно он увеличится по отношению с желтым. А потом уже намочу все остальные. Как бы сделаю сначала так, для того, чтобы просто узнать, насколько они вырастают в размерах. А потом намочим все три. Посмотрим, станут ли они все одинаково большие или какой-то из них станет крупнее. Потому что, если сравнивать по высоте, то они все одинакового размера. Просто форма у них немножко разная. Намочила первый бьюти-блендер. Посмотрите, насколько он вырос. Реально. Чуть ли не в два раза, как мне кажется. Стал мягкий, податливый, хороший. И да, пока была возле крана. Также отмыла все, что я наносила до этого. И подводка очень-очень плохо смывается. Я долго терла, посмотрите. Даже рука покраснела. Сейчас я пойду намочу два остальных бьюти-блендера. Для того, чтобы проверить, какой же из них помягче. Останется ли желтый также самым мягким. Или все-таки что-то изменится. Потому что на данный момент, после намокания фиолетовый, стал самым мягким. Сходила, намочила два остальных. И посмотрите, по размерам, как они. По размерам они стали одинаковые. Так же, как и были до этого. То есть, растут они одинаково. А по мягкости сейчас уже особой разницы нет. Да, по мягкости нет. Фиолетовый все-таки поплотнее. Сравнивать желтый с голубым. То они, мне кажется, одинаковые стали по плотности. Хотя, нет, все-таки желтый также помягче на немножечко. Ну, возможно, я продираюсь. Так вот они практически похожи по мягкости. Но фиолетовый самый плотный. Пока довольна данными бьюти-блендерами. Они мне нравятся. Качество исполнения у них неплохое. Вроде как все целое. Нет никаких изъянов. Есть небольшие заломчики. Но они либо в процессе транспортировки возникли. Либо пока лежали у меня в коробке с остальными косметическими продуктами. Потому что данная посылка была прям завалена сверху. На ней лежало много других посылок. И, возможно, от этого они немного пострадали. Чем мне нравятся такие бьюти-блендеры-спонжи? Они более равномерно наносят тональное средство. Не поднимают чешуйки. Тон кожи становится более ровным. Меньше шелушится. Но единственный минус это то, что, когда пользуешься такими спонжами, расход тонального средства увеличивается. И чем дешевле спонжи, тем расход больше. Так говорят. Но я покупала разные спонжи. Особой разницы не заметила. Мне кажется, они все кушают одинаково. Как бы губка она и губка. А так, в общем и целом, мне нравится. Поэтому пользуюсь регулярно и постоянно. Меняю данные спонжи. Постоянно покупаю новые. Так как их нужно мыть после каждого применения. Они быстро выходят из строя. И бывает такое, что, например, нет времени помыть. Убежала по своим делам. А при последующем использовании, когда берусь, спонж может оказаться грязным. И времени на его помывку нет. В таком случае беру просто свежий. И уже после мою два. Три сразу. Это удобно, когда есть несколько одинаковых космических продуктов. И всегда можно выбрать что-то другое. Следующая посылочка, которую мне хочется вам показать. Она у меня разодранная. Я уже посмотрела, что находится внутри. Поэтому давайте покажу вам. Сразу хочется отметить, что продавец в подарок положил эмульсию с розой. Объемчиком 2 грамма. Не в первый раз получаю что-то подобное. Но в данном случае, по-моему, эмульсия дырявая. И тут у нас что-то вытекло. Ну ладно. Первое, с чего мне хочется начать, это крем для депиляции. От Аеда. Вот такой вот. Объемчиком 40 грамм. Не в первый раз заказываю кремики для депиляции. Мне нравится, как они работают. Именно такой я еще не заказывала. Но, как правило, они все с одинаковым составом. И все действуют тоже одинаково. Внутри, наверное, скорее всего, тюбик с кремом. Также лопатка для того, чтобы убирать ненужные волосы тела. И, наверное, инструкция по применению. Давайте проверим, так ли это на самом деле. Да. Все точно так же, кроме инструкции по применению. Инструкция написана на самой коробке. Вот такой вот тюбик. Объемчик 40 грамм. Белая лопатка. Каким образом нужно пользоваться данным кремиком? Его нужно наносить на те участки, где хотелось бы убрать кожу. Где хотелось бы убрать волоски. Оставить, как написано по инструкции, на 5-8 минут. А после этого, вот такими вот скрабирующими действиями, удалить волосы вместе с кремом. Как правило, все хорошенечко уходит. Я не буду наносить данный крем сейчас куда-то себе на руки, так как он сразу начнет действовать. А мне не хотелось бы удалять оттуда волосы. Внутри тюбика находится белый крем. Я уже его понюхала. Не самым приятным образом он пахнет. На самом деле, все кремики для депиляции пахнут одинаково. Вот не аромат у них, а на самом деле пахнут. Потому что у них аромат такой тухлых яиц и чего-то такого вот прокисшего. Не очень приятно, но на самом деле меня это не отталкивает, потому что кремики работают очень хорошо. Убирают тоже волоски довольно-таки неплохо. И волоски после такой депиляции появляются позже, чем если просто удалить волосы бритовые. Сразу хочется отметить, что данного крема не хватает для депиляции двух ног, и крем потом заканчивается. Поэтому расход у него довольно-таки нормальный. И когда будете наносить, не нужно наносить слишком тонкий слой, потому что если наносить слишком тонко, то он просто не подействует. Поэтому нужно наносить довольно-таки нормальный слой. Мне нравится, я пользуюсь, аллергия, раздражение не вызвала. Следующий кремик, который мне хочется вам показать, он вот такой вот. Крем для беременных называется. От растяжек, шрамов и чего-то подобного. На самом деле я его беру не в качестве крема для беременных. Он мне просто нравится как хороший увлажняющий крем, потому что он такой жирненький, питательный. Я уже не в первый раз заказываю подобный крем, поэтому знаю, о чем говорю. Вот тот кремик, которым я пользуюсь на данный момент. Он так же, как и этот, с розой. Поэтому я думаю, его открывать не буду, покажу на примере своего. Все они работают одинаково, все примерно с одним и тем же составом. Состав точно такой же. Также, что хочется отметить, крем очень жирненький, питательный. Но несмотря на это он хорошо распределяется, неплохо впитывается. Но не так быстро, как, допустим, если это был бы какой-нибудь легкий крем. Этот прям питательный крем. Не просто увлажняющий, а он питательный, хороший кремик. Но после впитывания он не оставляет жирного блеска. Также у него замечательный аромат розы. Я его иногда использую как кремик для рук, потому что мне нравится аромат розы. А он здесь такой довольно-таки выраженный, скажем так. И во время использования данного крема я заметила, что кожа становится более эластичной, более упругой, более напитанной. На самом деле мне нравится, как работает данный кремик. Поэтому я его заказывала, заказываю, буду заказывать. Вот такой состав. На первом месте стоит вода, дальше глицерин и тому подобное. В общем и целом кремик нравится. Заказываю не в первый раз. Аллергии, раздражения не вызвал. И последнее, что у меня находилось в этой коробке, это крем для похудения. Как вы видите, здесь везде есть сенция, поэтому коробка такая грязная. Данный кремик я тоже уже заказываю не в первый раз. Я знаю, как он работает и также могу сразу вам об этом рассказать. Вот тот, которым я пользуюсь на данный момент. Этот можно убрать. И внутри коробки находится тюбик объемчиком 40 грамм. Вот так все это выглядит. Тоже мне не хочется сейчас этот крем наносить себе на руки по одной простой причине. Потому что, когда его нанесешь в кожу, то он начинает немножечко согревать ее. И таким образом он работает. Он как бы разогревает, немножечко пощипывает. И за счет этого достигается эффект похудения. У крема аромат приятный, не ярко выраженный. Он белый, как я вам уже показала. И так вот все это выглядит. Данный кремик желательно наносить во время физических нагрузок, тренировок, активного движения. Для того, чтобы он работал намного лучше. И, как сказала, во время применения чувствуется небольшой согревающий эффект. А после, как мне показалось, кожа становится более упругая, более подтянутая. Мне, на самом деле, эффект нравится. Не знаю, я этот кремик использую вместе с диетическим питанием, скажем так, с физическими нагрузками. И мне нравится результат. Поэтому я его заказываю не в первый раз. И буду, скорее всего, заказывать еще. Потому что ничего плохого я от него не заметила. А положительный эффект, как мне кажется, присутствует. Следующая посылочка, которую мне хочется вам показать. Она у меня вот такая вот беленькая. Я ее уже скрыла. Здесь внутри у меня находится подводка для глаз. И вот данная подводка, она уже не как фломастер. Она похожа очень на ту, которую я пользуюсь на данный момент. Но та у меня уже практически закончилась на последнем издыхании. Вообще, подводки у меня быстро заканчиваются. Я им пользуюсь каждый день. Когда вижу что-то интересное, обязательно заказываю. Здесь у меня цвет 01. Dark black, темно-черный. И вот так все это выглядит. На самом деле, мне эта подводка привлекла не только своей кисточкой и то, как она выглядит. Мне очень понравился внешний вид. Необычно прикольный дизайн. И в зависимости от цвета, мордочки у подводки, вернее, вот это вот, все отличалось. Мне кажется, все-таки здесь животное, поэтому говорю мордочки. И давайте посмотрим, как она выглядит внутри. Мое разочарование. Я не очень люблю кисточки. Вернее, у меня давно не было подводки с кисточкой. Надеюсь, все-таки смогу я приловчиться и буду пользоваться данной подводкой. Но на данный момент у меня подводка на эти фетровый наконечник. И сейчас покажу ее. Вот моя подводка. И, как вы видите, у нее вот такой вот наконечник фетровый. Он уже, конечно, истрепался весь, разлохматился, но не кисточка. И мне нравится вот такое исполнение намного больше. Она у меня даже не закрывается уже. Настолько она у меня старая. Возможно, я просто поменяю вот эти макушечки, переставлю местами и просто с фетровым наконечником поставлю туда. Но не точно. Скорее всего, я оставлю все это так и буду учиться пользоваться данной подводкой. И наносить ее в виде кисточки. Может, мне больше понравится. Объемчик здесь 5 грамм. Давайте дождемся, пока все это высохнет. Как мы видели, верхняя это та подводка, которую я нанесла только что. Поэтому я ее сотру, чтобы не перепутать. Поэтому мы посмотрим, насколько быстро она подсыхает. Размазывается ли она после того, как высохла. Но сохнет довольно-таки быстро, скажем так. И, в принципе, да, она уже высохла. Вроде как true. И она не растирается нормально. На первый взгляд, все держится. Нужно еще будет проверить тест водой. Насколько она хорошо смывается мылом. Потому что предыдущая подводка, которую я вам сегодня показывала, она мылом смывается очень плохо. Довольно-таки стойкая предыдущая. Это вроде как точно такая же. Внутри данной подводки, как вы слышите, наверное, имеются шарики для того, чтобы было легче ее перемешивать. И продукт попадал на кисточку. Я только разочарована тем, что там кисточка, а не фетровая наконечника. А в остальном вроде неплохо. Следующая посылка, которую мне хочется вам показать, она тоже какая-то огромная. Здесь большое количество товаров. Как большое? Целых три. И также я вижу, идет подарок от продавца. Эмульсия с манго. В данном случае ничего не порвано. Это, конечно, плюс. Еще в первый раз я получила эмульсию или какой-то продукт, не доехавший до меня, который пострадал при транспортировке. Обычно всегда все приезжает целое. Это прям даже как бы редкость. Первое, что я здесь вижу, это маска для рук с манго. Я уже подобную брала. Данная маска отбеливающая, как тут написано. Объемчик 50 грамм. Коробочка была запакована в слюду. Я ее как-то открыла не совсем аккуратно. Ну ладно, не критично. Давайте посмотрим, как все это выглядит. Внутри вот такая банка рыжего цвета. Ой, все хорошенечко запечатано, запаковано. Еле открыла. Видимо, из-за того, что здесь вот эта штучка отошла, и она приклеилась к крышке. Но на самом деле все это выглядит вот таким образом. Такого желтоватого цвета. Аромат очень приятный, вкусный. Я не буду сейчас наносить это на руки, потому что я знаю, что это маска-пленка. Она очень хорошо прилипает к рукам. Сохнет довольно-таки долго, где-то минут 15-20. Зависит от того, насколько у вас жарко и насколько сухие руки. А так, в общем и целом, так как я эту масочку заказываю не в первый раз, я знаю эффект после использования. После того, как снимаю маску, кожа остается приятная, увлажненная, напитанная. Очень нравится мне то, какая она становится на ощупь. И также тот аромат, который она имеет, остается на коже на долгое время. Даже несмотря на то, что маску сняли. Нравится мне эффект после использования. Поэтому заказывала, заказываю. И буду заказывать. Аллергии, раздражения она у меня не вызвала. Я также заказывала не только с мангою, заказывала с чайным деревом. И в принципе разницы никакой нет. Только по аромату немножко разная. А так работают обе хорошо. Следующие два продукта, я их открыла за кадром. Оба были запакованы следом. Здесь у меня очищающая пилинг с каткой для лица. Я уже такую заказывала. Мне очень нравится. Один из моих самых любимых продуктов для лица. С ароматом манго. Я уже данный крем заказывала. И мне как-то уже в одном из комментариев написали, что якобы она скатывает только за счет того, что в составе имеются именно такие частички, которые делают катушки. Но нет. Я данный продукт пробовала. И хвостовую гриву, скажем так, не в первый раз. И он не скатывается там, где нет орговевших частичек. Или какой-то грязи. Или чего-то подобного. Он на самом деле скатывается только там, где имеется что-то плохое. Сам он не скатывается. Когда я наносила на чистую кожу, он также остается в виде геля. И все. Вот, как вы видите, я еле открыла. И давайте нанесем на тот участок, где у меня имеется подводка. И посмотрим, насколько хорошо все это отшелушит. Аромат у данного продукта очень приятный. Но имейте в виду, при попадании на губы или в рот, такой горьковатый привкус имеет. Я почему говорю? Потому что я уже ни одну баночку потратила, ни одну закончила. И мне очень нравится. Я регулярно пользуюсь этим продуктом. Сам продукт в виде геля, но при нанесении на руку он быстро абсорбируется и превращается в водичку. А после того, как он растворился, он начинает работать, очищает все, что нужно убрать. И появляются роговевшие частички. Вот, посмотрите. Вот, катаю пальчиком, ничего не делаю. Как хорошо все убирает. Отшелушивает и нейтрализует. Даже не нужно никакого усилия, никакого царапания. Просто аккуратненько, круговыми движениями наносим, распределяем. Можно также оставить на некоторое время. Но мне больше нравится. Нанесла и сама распределяю. Таким образом работает еще лучше. И да, если частичек роговевших очень много, грязи очень много, то, конечно же, за один раз все это не уберет. Он абсорбирует. Как бы вот этот гель превращается в грязь. Убирает и как бы впитывает в себя вот эту грязь. Естественно, на лице может практически ничего не остаться. Нужно будет повторить процедуру. Но так как он работает, мне очень нравится. Я говорю, это один из моих самых любимых продуктов. И когда у меня спрашивают, что бы ты порекомендовала для умывания, вот это будет на первом месте из того, что я порекомендую. Очень классный продукт. Реально от души рекомендую. Как бы немного меня может удивить, а вот это очень-очень нравится. После применения нужно будет ополоснуть кожу водичкой, потому что он довольно-таки плохо смывается. Но я обычно пользуюсь такими ватными дисками, как бы специальными для умывания. И ничего на лице не остается. Классная штука. Аллергия, раздражение не вызвала. И последнее в этой коробке, вернее в этой посылке, это у меня марокканское масло для волос. Объемчик 35 миллилитров. Как я уже неоднократно говорила, на данное масло у меня двойственные чувства. Потому что вроде масло хорошее. Отлично увлажняет, питает волосы. Также хорошо распределяется. И за счет того, что оно довольно-таки густое, быстро не заканчивается. Хватает буквально одного нажатия помпы. Можно двух нажатий помпы. Вроде как все хорошо, но есть одно но. У данного продукта довольно-таки странный специфический аромат. И когда я в первый раз заказала данное масло, мне вообще аромат не понравился. Мне показалось, что пахнет чем-то тухлым, испорченным и невкусным. Но некоторое время, попользовавшись данным продуктом, я привыкла к этому аромату. Он меня сейчас не отталкивает. И у этого масла вначале такой специфический аромат, рисковатый. И когда впитываются уже волосы, после вкуса, в принципе, остается нормально. Я поняла потом, почему такое впечатление у меня он оказывает. Просто он довольно-таки цитрусовый, с примесью чего-то другого. Не всеми может воспринять быть адекватно, скажем так. Ну, такой вот травноватый аромат. Но я даже с ним научилась бороться. Во-первых, первое время, когда я пользовалась, я сверху наносила очень вкусный спрей для расчесывания волос. Замечательно перебивает аромат данного масла. Я с удовольствием пользуюсь им. Но потом, я говорю, в течение времени, я просто привыкла к запаху этого масла. И сейчас меня вообще не отталкивает. И наоборот, нравится уже. Как бы от любви до ненависти один шаг, скажем так. Пользуюсь, нравится, как работает, тоже меня устраивает. И поэтому заказываю уже неоднократно. И также буду заказывать, потому что уже негативных моментов я от него не вижу. Но не сказать вам об этом не могу, так как все-таки вдруг это кого-то оттолкнет. Вроде я как хотела продолжить с вами еще пообщаться, рассказать и показать еще посылки. Потому что их очень-очень много. Но я посмотрела, сколько я уже наговорила. И тут практически уже у меня доходит до часа. Конечно, после монтажа останется меньше. Но все равно это много. Поэтому давайте на сегодня закруглимся. На этом у меня все. Я вам показала все, что хотела. Ссылочки на все свои товары я оставлю в описании под видео. Если что-то понравится, проходите, смотрите более подробно. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки. Меня это мотивирует на дальнейшую работу. Я буду знать, что я не зря стараюсь. Остались вопросы, пожелания, комментарии, недовольствия или что-то другое. То обязательно тоже пишите. Я с удовольствием с вами пообщаюсь, почитаю. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.